Приветствую вас, зрители и подписчики! Сегодня мы пройдемся по карьерной судьбе одному примечательного актера из старой школы Кристофера Алана Ллойда, популярного американского артиста, ставшего всемирно известным после сыгранной роли неподражаемого гения-изобретателя Дока Брауна в научно-фантастической киносаге «Назад в будущее», съемок в ситкоме «Такси», черной фантазийной комедии «Семейка Адамс» и картине «Кто подставил кролика Роджера». Он троекратный обладатель престижной ТВ-награды Эмми, лауреат кинопремии «Независимый дух», дважды номинант на премию «Сатурн», присуждаемую Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов У него изначально имелись все необходимые составляющие для успеха – незаурядность, талант, исполнительская смелость, обаяние и высокое трудолюбие вместе с ответственным подходом к работе над каждой ролью По утверждениям этому может служить хотя бы тот факт, что для реалистичности создания душевнобольного персонажа в драме «Пролетая над гнездом кукушки» по бестселлеру Кена Кизи Кристофер провел две недели психиатрической лечебницы, а также то, что за время кинокарьеры он заработал достаточно солидный личный капитал в 70 миллионов долларов Артист, с блеском доказавший свою творческую состоятельность, родился в одном из первых поселений в США английских переселенцев в городе Стэнфорде, расположенном на юго-западе штата Коннектикут, 22 октября 1938 года Он был младшим ребенком среди трех мальчиков и четырех девочек в семье преуспевающего адвоката и певицы Мама актера происходила из знатного рода Джона Хоулинда, прибывшего в Новую Англию на корабле «Мейнфлауэр» еще в 1620 году Кроме нее, его потомками были многие выдающиеся личности, включая президента в США Джорджа Буша, Франклина Рузвельта, главы мормонов Брига Майанга, известного педиатра Бенджамина Спока, поэта Ральфа Эммерсона, легендарного актера Хамфри Богорта и Алика Болтуина Отец матери, Льюис Лефом, был среди основателей крупнейшей в мире нефтяной компании «Тексако», а брат Роджер и, соответственно, дядя Кристофера являлся политиком, ставшим мэром Сан-Франциско Детство кинозвезды прошло в элитарных образовательных учреждениях и в нескольких особняках, включая дом в Нью-Каане, который позже миссис Ллойд презентовала этому городу В 14-летнем возрасте Кристофер попал в состав одного из популярных летних театров, осуществляющих постановки прямо на открытом воздухе Чудодейственное сценическое ремесло полностью захватило и увлекло юношу, поэтому, окончив Степплс Хайт Скул в Приврежном Вестпорт в 1958 году, он уехал постигать актерское мастерство в Нью-Йорк Там он поступил на обучение в мастерскую Стэнфорда Мейснера, видного театрального деятеля и автора собственной методики актерской техники, представляющей собой одну из интерпретаций системы Станиславского Прежде чем начать сниматься в кино, Кристофер в студенческую пору вдохновенно играл в театре, оттачивая мастерство перевоплощения, набираясь опыта и с каждым спектаклем поднимаясь на более высокую художественную высоту Дебют актера на театральных подмостках состоялся в спектакле Фернанда Арабаля, французского драматурга испанского происхождения И его пьесы они надели наручники на цветы, демонстрирующим особую концепцию жестокости, бесконечность человеческого воображения и души С 1969 года имя Лойда практически не сходило с театральных афиш Бродвея и так называемых хофф-бродвейских сценических площадок Театров сравнительно небольших размеров до 500 зрителей Он сыграл в постановках по пьесам Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Макбет», «Король лир», «В чайке» Антона Чехова «Что знает каждая женщина» Джеймса Мэтью Барри, автора знамения сказки о Питере Пенне Всего в репертуаре актера было порядка двух сотен театральных работ Одной из причин его высокой востребованности считают не только большое дарование, но и характерную внешность актера, а также его голос Скрипучий и редкого низкого тембра, позволяющий ему в совершенстве воплощать образы коварных злодеев После получения в 1973 году самой престижной в театральной среде премии драма «Деска Уорд» за главную роль в постановке «Каспар» По пьесе-драме Петера Хантке начался путь Кристофера в большом кино Первую роль на большом экране Ллойд получил в 1975 году в знаменитой картине чешского и американского режиссера Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» удостоенной впоследствии пятью Оскаров и столько же номинаций на «Золотой глобус» впервые в истории кинематографа Главную роль исполнил Джек Николсон Громкий успех фильма подтолкнул Кристофера к переезду в Лос-Анджелес с целью посвятить свою жизнь киноискусству С 1978 по 1982 год он снимался в ситкоме «Такси», где были заняты многие звезды, включая Джада Хирша, Джеффа Кануэйя и Дэнни Дэвито Придя на пробы в потрепанных джинсах с взъерошенной прической, своеобразными на выкате глазами, он идеально подошел для роли таксиста Бывшего священника, наркомана и хиппи, поэтому немедленно ее и получил Этот персонаж принес Кристоферу всеобщее признание и две премии Эмми Среди работ актера была роль Ларри в «Мистере мамочка» 1983 года, капитана Крюге в «Звездном пути 3» в «Поисках Спока», профессора Плама в «Улике» и другие Кульминацией в успешной карьере Лойда стала роль в киноэпопее «Назад в будущее» Он играл эксцентричного ученого, напоминающего Эйнштейна безумной прической и выражением лица Эммита Брауна, усовершенствовавшего автомобиль Долариан и воплотившего в реальность гипотетическую идею создания устройства по перемещению людей во времени Эта картина, вышедшая в прокат в 1985 году, получила неимоверную популярность, стала самой кассовой по итогам года, завоевала ряд престижных наград и прокатный сбор в 380 миллионов долларов Впоследствии актер снялся в двух сиквелах картины Общий сбор киносаги достиг порядка 958 миллионов, а Кристофер обрел славу планетарного масштаба После блестящего успеха этой киноленты Лойд оказался еще более востребованным актером В 1986 году он сыграл профессора Бинза в телесериале «Удивительные истории», а через два года судью злодея Рока в картине «Кто подставил кролика Роджера» Работа в этом фильме, по словам артиста, была необычной и интересной из-за необходимости взаимодействия реального артиста с рисованным героем В 1989 году Кристофер получил третью по счету премию Эмми за лучшее воплощение роли профессора Димпле в драматическом сериале «Дорога на Эйвенли» Большой удачей, по словам Лойда, стало для него приглашение в 1991 году на роль дядюшки Фестера в «Семейке Адамс», созданной по мотивам одноименного сериала 60-х годов Потому что этот персонаж был у него одним из самых любимых среди странных героев этой истории В творческой копилке Лойда сыграны в 1994-м роли ангела в картине «Ангелы у кромки поля» И библиотекаря в «Повелителе страниц» в 1999 году образ инопланетянина в «Моем любимом марсианине» И белого рыцаря в «Алисе в стране чудес» Актер ежегодно играл сразу в нескольких проектах, воплощая обычно либо образ чудаковатого добряка, либо лиходея Но всегда отличался исполнительским куражом и незаурядностью, яркостью и значимостью В числе работ Лойда триллер «Дрож» 2003 года, в котором он был в качестве приглашенной звезды Комедия «Блондинка в книжной лавке» 2005-го, где он сыграл вместе с Памелой Андерсон и Брайаном Скаларо Актер был женат четыре раза, но в данный момент разведен В студенческие годы в 1959 году он женился на актрисе Кэтрин Даллас Диксон Бойт Брак, с которой длился 12 лет Второй супругой Лойда была актриса Кейт Торнборг Они были вместе 13 лет с 1974 года Через год после развода он женился в третий раз на актрисе Кэжел Энн Ванник Этот брат продлился три года Актер опять же недолго был одинок и в 1992 году в четвертый раз вступил в брак со сценаристом и продюсером Джейн Уокер Ууд Они были вместе до 2005 года Надо отметить, что у актера, несмотря на длинную супружескую жизнь, нет детей Артист любит классическую музыку, рыбалку, путешествия на велосипеде, предпочитая жить уединенно Как правило, он включает в контракты условия, освобождающие его от обязанности участвовать в промо-компаниях И обычно не дает интервью Но журналисты, которым все же удалось с ним пообщаться, заявляли, что Ллойд по-настоящему культурный человек, доброжелательный и мягкий В 2010 году Кристофер снимался в комедийной ленте ужасов «Пираньи 3D» Еще через год выступил в качестве волшебника в мини-сериале «Ведьма из страны Оз» А также блестяще сыграл роль престарелого рок-музыканта Роско Джойса в серии «Светлячок» научно-фантастического фильма «Грань» В 2013 году Ллойд появился в качестве рассказчика и аздека в постановке по произведению Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг» Поставленном во Бродвейском театре Classic Stage Company В 2014 году он был среди звезд, занятых в комедийном вестерне «Миллион способов потерять голову» Вместе с Этом Макфарлином, Шарлиз Терон, Сарой Сильверман и другими Небольшую комичную роль пьющего хирурга он исполнил в боевике «Город грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать» Где снимались такие знаменитости, как Джессика Альба, Брюс Уиллис, Микки Рурк и другие В 2021 году Ллойд появился в вакшене российского режиссера Ильина Ишулера Где актер сыграл роль отца главного героя Пожалуй, в нем тема насилия эксплуатируется так же, как в Джонни Уикке То есть более чем полностью, но с большой долей иронии и юмора Что дает зрителю более легкое времяпровождение Несмотря на солидный возраст, актер продолжает сниматься Занимается озвучиванием героев анимационных сериалов И даже продолжает играть дока в рекламных кампаниях По популяризации благотворительной деятельности И в частности фонда Майкла Джей Фокса Своего партнера по фильму «Назад в будущее» Страдающего болезнью Парпинсона И количество сыгранных им героев никогда не входит в противоречие с качеством Вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие по карьере и фильмографии Кристофера Лойда Иногда приятно освежить в памяти старые фильмы Прослезиться об ушедших людях, которые олицетворяли собой эпоху в кино Понимая, что этого уже никогда не будет И насладиться неповторимыми мгновениями А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты Всего вам хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!